Привет, друзья! Пародист умело скрывал от публики личные проблемы. Зрители не знали об одиночестве Яна Арлазорова и не подозревали о страданиях, которые он испытывал из-за отказа дочери от общения. До последнего поклонники не догадывались и о том, что кумир умирает от рака. Итак, обо всем подробнее. Публике надолго запомнился 60-летний юбилей Яна Арлазорова. Три часа артист провел на сцене, блистая с лучшими номерами и делясь залом размышлениями о жизни. Концерт стоил юмористу неимоверных усилий, ведь тогда он уже был тяжело болен. Еще один день рождения, несколько выступлений, и Яна Майоровича не стало. Таких, если в судьбе Яна Майоровича, бесчетное количество. Близкие люди знали природу его печального взгляда и причины, по которым в финале веселых монологов юморист вдруг заводил беседы философского характера. Что же творилось в душе этого любимого тысячами зрителей и одновременно одинокого человека? Отец юмориста, Мейер Шульруфер, прошел войну десантником, а по возвращении с фронта стал адвокатом. Мама, Раиса Яковлевна, была врачом-хирургом, и именно по ее фамилии впоследствии зрители узнали Яна Майоровича. Она была удивительно красивой женщиной. Наверное, для каждого человека его мама самая-самая. Но моя действительно была самой-самой. У них с папой была необыкновенная любовь. Он очень мужественный, несгибаемый человек, удивительно честный и порядочный. «Все, что есть во мне хорошего, от моих родителей», – подчеркивал Орлазоров. Семья жила на Причистенке, и мальчик получил возможность поступить в школу, при которой открылся первый в Москве детский театр. У ребенка была прекрасная учительница, поощрявшая самовыражение воспитанников. Уже тогда Орлазоров грезил об актерской карьере, но родители не верили, что из него выйдет артист. Сын рос замкнутым и застенчивым, к тому же страдал от избыточного веса. Тщетно мама пыталась помочь Яну, записывая его в спортивные секции. Вместо занятий он бежал в кафетерии за пирожками. Когда Орлазоров повзрослел, то понял, что до выпуска нужно привести себя в форму. В итоге юноша получил звание кандидата в мастера спорта по плаванию. При поступлении в Щукинское училище целеустремленного абитуриента взяли сразу на третий тур. Но актером я стал не потому, что обожал театр, пояснял Ян Майорович. Его я никогда не любил, считаю, что по мастерству, по энергетике эстрада гораздо выше. Раньше на ней были великие артисты. Аркадия Райкина я считал просто богом. Тем не менее карьера Орлазорова стартовала с Центрального детского театра, а Масовету он и вовсе отдал 30 лет жизни. Также актер засветился в фильмах Хроника ночи и Пиф-паф, ой-ой-ой, но в итоге оказался не слишком доволен результатами съемок. На сцене артист показывал уморительные пародии, и как-то его пригласили выступить на анти-юбилее Плята. На вечере актера заметил Леонид Утесов, вскоре позвонил и позвал к себе домой. Увидев еще пару номеров, Леонид Осипович отправил Яна Майоровича на конкурс, где председателем жюри был неподкупный Аркадий Райкин. «Я стал лауреатом, для эстрадных артистов это было высшее звание», – подчеркивал Ян Орлазоров. Вскоре о пародиях Орлазорова узнала вся страна. Номера кассирша, проводницы и свадьба, написанные Семеном Альтовым, заставляли хохотать даже самых искушенных зрителей. Знаменитого мужика придумал для Яна Майоровича Анатолий Трушкин, знавший, что взаимодействие с залом обернется громким успехом. В судьбе Елы Санько было немало драматизма, как в карьере, так и в личной жизни. Ее первой любовью и отцом единственной дочери стал известный юморист Ян Орлазоров. После тяжелого разрыва с ним она на 20 лет ушла из профессии. Столь необычным именем ее назвали в честь новогоднего праздника, на котором познакомились родители в суровом военном 1943 году. Отец, командир дивизии, был старше мамы на 19 лет. Вслед за старшей елочкой родились еще две девочки Таня и Наташа. Именно в тандеме с сестрами Ела дебютировала в кино, будучи еще ребенком. Тогда актерскую карьеру начинала ее мама, Елена Санько, которая и взяла дочек на съемки фильма «Полюшка Поле». Но вскоре женщине пришлось оставить профессию, посвятив себя семье. Именно за это решение выступал ее муж. К идее дочери поступить в театральное училище имени Щукина он тоже отнесся скептически. «Я думал, у тебя моя голова на плечах», осуждающе заявил он, когда старшая дочь прибежала с радостной новостью. Именно в ВУЗе Ела, которая была объектом ухаживания большинства парней на курсе, встретила будущего мужа, Яна Орлазорова. «Мы с Яном подходили друг другу телесно. Я чувствовала за него ответственность. Но когда кровообращение на двоих одно, очень трудно существовать. Мы с Яном не были идеальными друг для друга. Он мечтал о женщине, которая сидит дома и варит борщи, а я рвалась на съемки», – рассказала актриса в эфире «Судьбы человека». Ела действительно становилась очень востребованной. Она уже снялась в «Кабачке 13 стульев» в роли пани Ванды, поработала с гениальным Анатолием Эфросом в кино и театре. Только через 12 лет брака Ела поняла, что и сама мучается в этих отношениях и мучает любимого человека. В один прекрасный день она, будучи на пике популярности, забрала четырехмесячную дочь Алену и уехала во Львов. «Я выбирала по принципу отдаленности. Для меня было важно, чтобы нас никто не беспокоил. Мне надо было растить ребенка. Там мы с Аленой провели чудесные пять лет в радости и спокойствии», – отметила звезда. В Москву пришлось вернуться после того, как у малышки появились хрипы в легких. Врачи рекомендовали сменить климат и место жительства. Но и по приезде в столицу девочка не сразу стала общаться с отцом, чем очень ранила его. Артист вообще очень болезненно переживал расставание с семьей. Многие из его окружения до сих пор считают, что именно та глубокая душевная рана и стали причиной его болезни и ранней смерти. Ела Санько знала об этом. Сегодня Алена – успешный сценарист. Ела Ивановна признается, что дочь взяла самое лучшее как от нее, так и отца. Сама актриса тоже может похвастаться немалыми достижениями в профессии. Она много снимается, как когда-то мечтала, хотя не появлялась в кадре более 20 лет. Только после съемок в фильме Андрея Кончаловского «Глянец карьера» Елы Санько успешно продолжилась. Главной поддержкой для него стала концертный директор Людмила Корчевская. Женщина спасала доверчивого артиста от ненадежных заказчиков, пыталась помочь ему наладить контакт с дочкой. Знакомые всерьез называли Людмилу Евгеньевну женой юмориста, хотя пара упорно отрицала слухи о романе. «Не могу сказать, что мы стали семьей, но были вместе 24 года. Он открывал мне чувства, звал замуж. Но у него был непростой характер. Я всегда звонила и извинялась, не Ян». Откровенничала позднее Корчевская в программе «Далекие близкие». Именно она забила тревогу, когда в нулевых артист начал жаловаться на боли в груди. Ян Майорович не пил, не курил, занимался йогой и плаванием. Любое отклонение от нормы казалось предзнаменованием серьезной болезни. Снимок легких ничего не выявил, и Орлозоров успокоился, решив, что это просто невралгия. Лечь на обследование он согласился только после того, как госпитализировали отца, все равно находился в клинике. Тогда звезде и поставили страшный диагноз – рак поджелудочной железы. Реакция юмориста на слова врачей оказалась необычной. Он заявил, что сперва вылечит папу, а уж потом займется собой. Да и отрываться от выступлений не хотелось. Только после юбилейного концерта в 2007-м отец, брат и Корчевская со скрипом уговорили артиста согласиться на операцию в Германии. К сожалению, драгоценное время было упущено, и процедура лишь уменьшила страдания звезды на короткий срок. Второе хирургическое вмешательство в 2008-м также не оправдало ожиданий. В надежде на чудо, Ян Майорович принял православие, после чего ему показалось, что самочувствие улучшилось. Увы, зимой 2009-го состояние стало критическим. Последние два месяца жизни Орлозоров провел в онкоклинике, оборвав контакты с внешним миром. Не желал, чтобы его видели слабым. Людмила Евгеньевна серьезно поругалась с братом звезды. Тот считал, что директор претендует на наследство. И не смогла попасть в палату. Единственное, кого искренне мечтал увидеть артист перед смертью, это дочка. Хотя Алена знала о раке отца, она так и не посетила его в медцентре. 7 марта 61-летний юморист скончался. И только на похоронах на Востряковском кладбище близкие увидели его дочь. Жалела ли она о том, что не успела проститься с папой, который так жаждал хотя бы мимолетной встречи? Мать Алены вовсе не явилась на церемонию, ведь давно не поддерживала связи с бывшим мужем и не считала приезд уместным. В памяти коллег и друзей Ян Арлазоров останется грустным клоуном, человеком, умевшим веселить толпу, но с недаемым внутренними противоречиями и личными драмами. Кто виноват в его раннем уходе? Однозначного ответа на этот вопрос мы не получим никогда. 26 августа пародисту могло исполниться 73. Если бы случилось чудо, и рак отступил, а не забрал его жизнь в марте 2009. Если бы Арлазоров не пренебрегал здоровьем и начал лечение раньше. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok